мои хорошие вчера показала хлеб я выпекала хлеб а сегодня сегодня я вот только порезала вот что я хочу уточнить когда достаете хлеб с духовочки корочка такая плотная твердая что я всегда делаю я силиконовой кисточкой с помощью силиконовой кисточки смачиваю полностью вот этот хлеб полностью и верхушку и бока и низ полностью смачиваю водой ну верхушку вверх да более обильно смачиваю хлеб немножко просыхает я его заворачиваю бумажное полотенечко и ставлю назад в эту форму у меня силиконовая форма хотя есть и другая форма но мне больше нравится силиконовая форма хлеб у меня ночует силиконовой формочки но он находится бумажном полотенечки прикрыт верхушечка прикрыта и когда я утром начинаю нарезку хлеба то хлеб намного легче режется люди посмотрите какие равномерные кусочки у смотрите и верхушка не такая плотная не такая твердая посмотрите какие кусочки ну просто ковришка как галочка голицына говорил это не хлеб это ковришка посмотрите какой кусочек чернослива ухты хлеб смотрите какие тонкие у меня кусочки смотрите вот такие тоненькие кусочки вот это хлеб смотрите разрез хлеба вкуснятина. Сытно, вкусно, просто, бюджетно. Вы только подумайте, сколько такой хлеб будет стоить в частных пекарнях. Я как-то посмотрела в Сильпо. Кусочек хлеба, грамм 200-300, наверное, не будет. Он пустой. Безглютеновый хлеб придумали. Вытяжка денег. 180 гривен. Это приблизительно приблизительно 4,5 доллара. 4 доллара. 300 грамм. Точно-таки этот хлеб. В частном производстве, частной пекарни, я имею ввиду, ему цену не придумают. Это ж натурпродукт. Вы только посмотрите. Вкуснятина. Готовьте. Мы можем себе позволять такой хлеб. Цвет какой красивый. Я солод положила. Почти 3 столовые ложки. Цвет каштановый. Каштановый. Даже не коричневый. Красно-коричневый. Каштановый. Смотрите. Вкусно. Вот такой хлеб берете, да? Да со стаканчиком, с чашечкой, ряженкой, просто квашек, кефирчика. Вот это здорово. Готовьте. Есть видео, как я готовлю этот хлеб. Есть видео закваска. Готовьте, не ленитесь. Это очень вкусно. Здоровенький был Иль. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт, привет. Мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. Мы с вами только о похудении. Мы с вами о стройности. Мы с вами о мотивации. Мы с вами о питании, так как канал похудения. Мы с вами обязательно о движении, так как канал похудения. Мы с вами о дисциплине. Движение – это дисциплина. Спорт – это дисциплина. Сила воли – это конкретно спорт, не питание, сила воли. Нет. Мы с вами о здоровье. Вот сегодня о здоровье. Значит, мы с вами о жизни. Мои хорошие. Я буду быстро, чтобы успеть, чтобы видео у меня не было большое, поэтому сейчас буду быстро говорить. Тарактеривую туда. Если где-то ошибка, вы должны понимать. Это Таня оговорилась. Такое бывает. Значит так. Ну, у меня же не ту плана. Я смотрю в камеру. У меня не ту плана, поэтому я могу где-то что-то пропустить. Или прибавить наоборот. Я, кстати, села в комнате, потому что на кухне очень жарко. Очень. Затянуло жалюзи. И я там буду очень красно. Так что я сегодня не в приемной. Ой, я говорила, если сказала на кухне. Не в приемной. Это моя приемная кухня, да. Я сегодня в комнате. Значит, с чего хочу начать? Я получаю комментарии, конкретно сегодня комментарии. Были у меня много комментариев о давлении. О, давлении, да. Думаю, чего это давление? Значит, где-то кто-то посоветовал. И Руся, сестра Самвела, посоветовала, значит, как бы сказала себе, и люди услышали, да. Значит, услышали за препараты от давления. У меня есть видео. Я в Турции снимала видео конкретно о этих препаратах, мои хорошие. Есть видео. Я оставлю ссылочку в комментариях. Давайте я не буду повторяться, потому что видео будет такое длинное, большое, как обычно, да. Единственное, что хочу еще сказать. Значит, у меня нету сложностей по сердечно-сосудистой системе. У меня нету каких-то сложностей конкретно вот сосудами. Я не гипертоник, нет. Почему у меня поднималось давление? У меня нарушение гормонального фона. Нарушение гормонального фона это не обязательно 70 ттг. Нарушение это четверка уже может подняться давление. Три чем-то уже может подниматься давление. Шестерка, семерка уже поднимается давление. Малейшее нарушение по гормонам щитовидка. Есть у вас, нету щитовидка. Это работа сердечно-сосудистой системы. Даже на тройке может повышаться давление. Кто-то скажет, манеса нормальненько, манеса тройка, а норма четверка. Я в норме, да? Это уже гипотиреоз. У нас есть такие комментарии, такие факты, такие свидетельства. Сейчас почитаем. Значит, потом вес еще. Вес, вес. Тогда я так не занималась. Это я сейчас. Вот мне пишут живчик, да? Ну, вообще я живчик по жизни такая, да? Но там был вес. Вес это что? Это давление. Сбрасывайте вес любыми усилиями и питания, и движения, и будет вам счастье. И выравнивайте гормональный фон. Ну, у кого-то еще почки давления, но не буду трогать эту тему. Я здоровый человек. Не надо там какие-то искать себе заболевания. По сердечно-сосудистой системе все нормально. Почки здесь ни при чем. Эндокринология, да. Гормональный фон выравнивать. Сейчас препараты не принимаю вообще. Вообще. Давно. И не год, не два, не три, не четыре. Вообще. Ездила в Турцию, да, я накупила с собой эти препараты. Значит, сейчас вот решила вам показать. И смотрю, срок реализации надо выбросить этот препарат. Это Арифон Ретар. Вот этот препарат от давления, который принимается с утра одна таблетка. Арифон Ретард. До 23 года здесь я сейчас выброшу. Арифон Ретард. Прекрасный препарат. Ну, сейчас так напомню быстро. Препарат этот хорошо принимать женщинам в климактерическом периоде конкретно. В климактерическом периоде. Слабый диуретик. Что это значит? Туалет бегать не будете. Знаете, есть такой препарат мочегонный. Да, человек сбивает давление, бегает в туалет. Это не скорая помощь. Нет. Это препарат, который держит, стабилизирует давление. Держит, стабилизирует. Нужно начинать, принимать по накопительной. Идет, работает этот препарат. По накопительной. Понятно? Арифон Ретард. Прекрасный препарат. Одна таблетка принимается в сутки. Нету такой таблетки, чтобы она держала 24 часа давления. Обязательно таблетка принимается вечером. Вообще, у многих людей давление поднимается ночью, если есть какие-то сложности. Поэтому вы не балуйтесь одной таблеточкой с утра. Вечером я принимала, так как кардиолог, мне предложила, кардиолог, именно кардиолог с большой буквы, предложила вечером лизиноприл ротиофарм. Ротиофарм сейчас нету. Пишется лизиноприл ТЭВА в Украине. Моя доза пятерка. Я принимала лизиноприл ротиофарм пятерка. В последнее время лизиноприл ТЭВА. Я покупала, но я не принимала. Чтобы дома было, да, вот я накупила здесь до 25-го года, конечно, эти таблетки у меня есть, но я их не принимаю. Я их не принимаю. Они мне не нужны. Мое давление, вообще хорошее, правильное давление у любого человека, не 135, это мое давление, а давление должно быть не 120 на 80. Хорошее давление это 119 на 79. Понятно, да? Чем ниже давление, вот так вот, тем лучше. Не надо 127. Это хорошо, 127. Давление должно быть даже 119 на 79. Это не гипотоник. Вот я не гипотоник, нет. Это нормальное давление. Мне хорошо, когда, допустим, у меня ниже давление, да, и спокойнее как-то на сердце, спокойнее. Гипотоники вообще дольше живут. Им не так может быть комфортно гипотоникам, да, там, голова болит немножко, ну, кофе выпейте. Ну, допустим, да, гипотоники живут дольше, чем гипертоники. Нормальное давление даже не 120, повторяю, а 119 на 79. Это рассказывал нам всем известный кардиолог. Известный кардиолог, все его знают. Так, ну, кажется, все. Я оставлю ссылку, я вам расскажу там еще историю, кажется, там есть эта история, рассказывала женщине, которая 30 лет принимала препараты свои, давление эти препараты не держали. Я ей посоветовала вот эти препараты. Она забыла, что такое тонометр. Она таскала с собой тонометр 30 лет на работу. К ней подходили все сотрудницы. Допустим, Валентина Петровна, померите давление. Одна, третья, четвертая, десятая. Она говорит, Таня, я только здесь как в смотровом кабинете точно. Потом люди приходят, она говорит, у меня нет тонометра. У меня тиск прекрасный. Я забыла, что такое тиск. Я не ношу с собой тонометр. Он мне не нужен. Вот такая была история. Поэтому нормальный препарат, я посоветовала, и я как-то рассказывала, видно, человек, и Руся услышала, самая сестричка, и человеку подошел препарат. Ну, это хорошо. Люди, надо экспериментировать. Вы никогда не умрете. Это не значит, что вам доктор прописал препарат, и он вам подошел. Триста раз такого может не быть. Вы принимаете, вам этот препарат не подходит, он не держит давление. Проходит неделя, у вас давление, прыг-скок, прыг-скок. Так не должно быть. Не ваш препарат, нужно менять. Точно как и гормоны. Вам прописал доктор гормоны щитовидной железы, эльтероксин, эутирокс, а у вас неправильно что-то еще. Вы сдаете, перезаете, не то. Менять нужно гормоны. Тоже нормально. Вы должны выйти на свои гормоны. Вы должны выйти на свои препараты по давлению. Это нормально. А как скорая помощь, венигидин, допустим, такая желтенькая таблетка, только не целая под язык. Сначала половинка. Достаточно. Половинка. Это скорая помощь. А рефон ретарта, это только стабилизирует вот эти препараты давления. Они не сбивают так вот, да. Вот. Ну все. Я вам напомнил о препаратах. Так что препараты я не принимаю. Давно. Много лет. Ну сейчас давайте почитаем комментарии. Вот я хочу сегодня почитать комментарии конкретно о щитовидной железе. Я вот как-то на днях рассказывала. Мои хорошие. О щитовидной железе рассказывала. Да, смотрю, мало просмотров. Думаю, не нравятся людям вот эти темы такие, да. А хотя тема, ох, какая нужная. Если бы мне кто-то раньше рассказывал. Никто и никогда. Мне 40, допустим, 42-43 года, да. Я говорю, у меня что-то давление поднимается как-то, да. А мне говорят, да, кто климакс. Я говорю, так мне же 42 руки. Ну и что? У меня климакс 44. А у меня щитовидка. Понимаете? А люди сразу цепляются климаксу. Люди не развиваются. Люди не интересуются. Даже если кому-то начинаешь рассказывать, никто не хочет слушать. Она думает, что если она не будет слушать, то ее это будет миновать. Не будет. Не будет. Нужно развиваться. Есть разные темы. Разные. Я многое тоже учуся. Я вот вижу, как Самвел ухаживает за своей мамой. И я помню, как у Самвела мамы была проблема с пяточками. Теперь я поняла, почему, какая причина была. У человека сахар высокий. Сахар высокий. Пятки. То же самое было у моего папы. Ни один медик мне не сказал. Я призываю, приглашаю домой, да, с пятками проблема. Приглашаю хирурга. Хирург эти пяточки эти убирает, чистит. И я даже не понимала, что это сахар может быть высокий. И папа у меня не полненький. Худенький всегда был. Мне никто не подсказал, обратите внимание на сахар. Нужно папе сдать сахар. Ну, домой бы пригласила, чтобы взяли кровь. Никто. И когда я смотрела, как Самвел ухаживает за мамой, я поняла, и у моего папы такое было. Поэтому, люди, развивайтесь. Вы кому-то подскажете когда-то. И если я увижу проблему такую у человека, скажу, обратите внимание на сахар. век живи, век живи, век учись. У меня есть четыре упаковки. У меня есть четыре упаковки. Я покупала в Турции. Просто я принимаю эутерокс. Срок реализации до 25-го года. Турецкие препараты. Очень-очень качественные. Очищенные препараты. Эльтероксин 125. Можно, кто в Украине, по новой почте, допустим, или Укрпочта даже. Это будет дешевле, возможно. Одна упаковка 80 гривен. У меня есть четыре упаковки. Эльтероксин 125. Пишите. Если кто-то хочет принимать турецкий препарат, четыре упаковки. Так, ну а сейчас давайте перейдем к комментариям. Комментариям, да. Вот комментарии, это наше развитие. Комментарии нам дают темы, да. Я вот возьму. Поэтому мне не очень здесь удобно сидеть. Мне как-то низко. Сейчас ножка на ножку села, Таня, да. Почитаем комментарии, да, мои хорошие. Так, я буду громко говорить. У меня микрофончика нету. Вот такой комментарий. Читаем. Таня, побольше рассказывайте про щитовидную залозу. Значит, о щитовидной железе. Вчера мне эндокринолог поставил диагноз гипотиреоз при ТТГ 2 за 5,03. Понятно? На двойке доктор, доктор эндокринолог с большой буквы человек поставил, наконец-то, правильный диагноз. За первый раз вижу. За всю историю Ютуба такого не было. На цифре 2,03 поставлен диагноз гипотиреоз. Пожалуйста. Не знаю, я краще на узел знаки дифузного зоба первой ступени дрібный вузел правой доли. Ну, не страшно. Узлы есть у многих, почти у каждого. Узлы не лечатся, но они проверяются. У вас правильная доза, мне кажется, вам больше не нужно. Вот. Это 100%. Посмотрите, попринимаете эутерокс. Эутерокс вы можете сдавать через 15-20 лет. Прошу прощения, через 15-20 дней. Анализ. Вы посмотрите свой результат. Если вам много, это цифра. Вам не нужно ниже единицы, не нужно. 1,3 достаточно будет. Может быть, вам 12,5. 25 пополам делить. Там нужно посмотреть. Больше не нужно принимать. Не нужно. Меньше единицы не стремите, чтобы у вас была цифра. Меньше единицы. Не нужно. Ну, вот вы знаете, это такая редкость, когда доктор поставил правильный диагноз. На двойке гипотиреоз. А у людей 3,8, 4,2, 5,6. Это возрастной у вас результат. Неправда. Неправда. Так, вот хороший комментарий. Правда? И вот человек пишет под этим комментарием. Петры мою, поддерживаю. Так, богатых женок страдают гипотиреозом. Лекарей в толковых не найдешь. Люди, поэтому мы должны друг другу помогать. И правильно человек написал. Толковых врачей не найдешь. Это такая редкость. Правильно Моссов сказал. Если вы нашли хорошего доктора, не тревожьте его по пустякам. Это вам не сантехник. Умно сказано. Так, дальше комментарий читай. Добрый день, Татьяна. А, на русском. Добрый день, Татьяна. Увлеклась. Слушаю вас с огромным удовольствием. Можно сказать с открытым ртом. Жду с нетерпением продолжения ТТГ. ТТГ. Это щитовидная железа. Так, дальше. О, интересный комментарий. Это не о гипотириозе, но интересный. У меня была густая желчь. Я тоже по рекомендации врачей не ела жирные. Ну, вы бачили таки? Не ешьте жирные. Густая желчь. А это что? А это камни. И 23 года назад, после сильнейших приступов, пришлось удалить желчный. После операции они говорили снова, что не нужно употреблять жирные. Ну, правильно, не нужно. Витамина Д у вас не будет. Жирные же не едите. Гормоны Е, К, К2 у вас не будет. Витамин, то есть, этих Е, К, К2 не будет. Витамина Д стероидного гормона не будет. Он жирорастворимый. Не будет. Вообще, половые гормоны уходят тоже. Вы жирные не едите. Косно-суставная система будет нарушена. Вы не едите жирные. Будет нарушена слизистая. Двенадцатиперстная и желудка. Вы же жирно не едите. Слизистая ослабевает двенадцатиперстная. И вы будете организм впитывать с дефицитом компоненты пищи. Представляете? До чего доводят медики, да? И вот дальше. Но я делала все наоборот. И все эти годы у меня, года у меня, все эти годы у меня все шикарно. То есть информацию даже от медиков нужно фильтровать. Не едите, не надо есть жирные, да? Ой, обалдеть. Обалдеть. Вы знаете, мне кажется, они тоже не едят жирные. Наверное, живут на углеводах. Пищевая корзина это умственное развитие. Так. Таня, случайно наткнулась на ваш канал. Появилась надежда на выздоровление. Гипотиреоз уже пять лет. Хожу, как пьяная. Пожалуйста, рассказывайте о гипотиреозе. Побольше. Нельзя жить в гипотиреозе. Вы должны принимать гормоны и у вас не будет этого заболевания. У меня нету. И человек пишет, тоже принимать гормоны нету. Принимайте гормоны. Выходите на свой уровень гормона. Я раньше надо, я раньше надо, не надо пила воду. И очень много. После ваших роликов пью по жажде и увидела, что прошла отечность. Отечность. Люди перепивали люди в воды много. Вода это интоксикация. Вода вымывает все витамины, все минералы. У нас их сейчас мало. Вы пьете постоянно мертвую воду, покупную в бутылках с антибиотиками. И эта водичка вымывает вам все. Вы не принимаете столько минералов и витамин. Не нужно перепивать воду. И я об этом говорила 6-7 лет тому назад. А сертифицированные только сейчас начали эту тему. Вода пьется по жажде. Наверное, нас слушает. Это точно. Это точно. Интоксикация. Идет нагрузка на сердечную систему от этой воды. На почки. Поэтому вода это закон жизни. Пьется по жажде. Так, дальше. Дальше читаем. Так, нам нужна тема гипотириоз. Да? Ну вот, почитаем комментарий. Добрый день, Таня. Случайно попала на ваш канал и очень заинтересовалась. Так, мне нужен ваш совет. 54 года, 60, метр 63 рост, 70 вес. Ну, нормально. Два года нахожусь в постменопаузе. Все очень тяжело переношу. Принимаю фемистон, фемостон. Там доза написана, да? У меня гипотириоз. Принимаю эльтероксин 75. Последний раз анализ сдавался в ноябре. Это Геббл 3, 4. Высокий у вас анализ, высокий. Вам нужно больше принимать гормон. Вот вы принимаете эльтероксин. Не значит, что сотка каждый день. Нужно чередовать. Сотка много для вас будет. Сейчас состояние ужасное. Тремор, слабость, просто жесть, поташнивает, плаксивость. Что вы можете посоветовать? Еще у меня АИД, АУТОИМУННЫЙ ТЕРЕОДИТ, это послеродовое заболевание. У многих женщин, 30% женщин страдает АУТОИМУННЫЙ ТЕРЕОДИТОМ. Учеб начинает поправляться после родов и считает, что это норма. Это ж послеродов. Это ж послеродов. А тут поменялся уже гормональный фон. И нужно помочь себе даже этими гормонами. Если бы у меня начала болеть голова только когда гормональный фон у меня 70% был. Страшный. Вот. Поэтому что хочу посоветовать? Смотреть наше видео, думать и решать самому нужно. А конкретно выставлять гормоны я вам не буду. Нет, я не имею права этим заниматься. У вас гипотиреоз понятно 33-4. Вы принимаете эльтероксин. Зачем вы принимаете? У вас же гипотиреоз. Когда вы принимаете гормоны и у вас нормальная доза ТТГ будет, у вас не будет гипотиреоза. Вы живете в гипотиреозе. Вы принимаете маленькую дозу. Ну а сейчас давайте немножко конкретно о гормонах щитовидной железы. В чем прелесть гормонов эльтероксина и эутирокса? Вот эти гормоны эльтероксин и эутирокс идентичны с гормонами, которые вырабатывает щитовидная железа. Идентичны. Человек с гормонами не поправляется. Вот если у человека нормально работает эндокринная система, щитовидка хорошо работает, у него свои гормоны. И человек не поправляется, если гормоны в норме. Только гормонов не хватает, человек начинает поправляться. И если человек добавляет гормон или эльтероксин или эутирокс добавляет, то он начинает легче сбрасывать вес. У него улучшается состояние, конкретно по здоровью, улучшается работа всех функций. И человек оживает просто, ему жить хочется, появляется работоспособность. когда принимает человек гормоны, он начинает вроде бы стухать немножко, жидкость уходит, потому что при гипотириозе не жировая прослойка здесь подкожная, да, а у нас подкожная клетчатка отечная, отечная. Гипотириоз это отечность. Я уже об этом кстати рассказывала. люди, которые правильно принимают гормоны, выходят на свой уровень. Я принимаю гормоны 75, у меня 3, 4. Ну неправильная доза у вас, поэтому у вас ничего не получается. Даже если у вас нормальный вес, вы плохо себя чувствуете. Нужно выйти на свою дозу, она должна быть ниже двоечки. Потом, вот человек допустим принимает гормоны. Кто-то говорит, ты не принимай гормоны. Можно принимать, скорректировать все БАДами, БАДами. БАДы могут только дополнять. Можно дополнять. БАДы могут только помочь как дополнение гормонам. В первую очередь должна быть гормонотерапия. БАДы, допустим, йод человек принимает, вы принимаете йод, принимайте селен, принимайте тирозин. Тирозин, это такая аминокислота, чистый белок. Ешьте животный белок, и не нужно будет принимать альтразин, тирозин, аминокислота. По поводу, допустим, конкретно нутрицептиков, нужно понять, вот основную вещь, вот все поймите, по поводу нутрицептиков. Гипотириоз развивается тогда, когда разрушена ткань щитовидной железы. Гипотириоз это разрушение ткани щитовидной железы. Вот берите поджелудочную пример. Что такое панкреатин? У вас нету панкреатита. Панкреатит это не доведи Господь, это редкое страшное заболевание. Что такое панкреатит? Это разрушена ткань поджелудочной железы. И нужны ферменты при панкреатите. Не 3000 мотириум фистал не 10 тысяч панкреатит а при панкреатите нужно от 150 тире до 400 тысяч. Понятно, что такое панкреатит? Это редкое страшное заболевание. Так вот, гипотириоз это разрушение ткани щитовидной железы. Возникает дефицит, дефицит продукции. Мы начинаем замещать конкретно гормонами. Не хватает рабочих, да? Завод остановится, конвейер, да? Должен поступать какой-то субстрат на конвейер. А рабочих нету. Точно так и с гормонами. Нету гормонов, нету рабочих, ничего не будет. Вы не подтянете, ваш организм не подтянет. Если будете принимать БАД, селен, йод, то это аж никак. Просто аж на ваше здоровье. Конкретно по гормональному фону. Как проверить работу щитовидной железы? Не УЗИ, не на УЗИ бежать нужно, а бежать нужно на анализ крови. Нужно сдать анализ на ТТГ, Т3, Т4. Если завышена норма ТТГ, если у вас занижены показатели Т3, Т4, тогда только гормоны. Тогда только гормоны. А после анализа вы смотрите у вас нехороший анализ по крови, тогда вы только идете на УЗИ. То есть первое это анализ крови. Причина гипотириоза это послеродовой тереодит. Послеродовой у многих женщин. Потом еще такой миф. У кого гипотириоз ни в коем случае нельзя молочные продукты. Это миф. Скорее непереносимость молочки, скорее даже синдром дырявого кишечника. Наели уже, да, зерновыми кашами полезными. Да, кашами полезными. Потом что еще можно сказать? Да, вот еще так говорят. Ой, ты что, принимать гормоны? Да, тогда щитовидка вообще не будет работать. Она не возьмет на себя работу, будут работать гормоны за нее, щитовидка уедет в отпуск, а может даже на пенсию уйдет, то есть прекратит работу. Это миф, это неправда. Щитовидка на пенсию не уезжает, в отпуск помогайте своей щитовидной железе. Люди, только помогайте, если бы я об этом раньше знала. У меня бы щитовидка моя была на месте. У нас есть еще начальник, гипофиз. Потом, что еще можно рассказать? Ну, вот, конкретно я узнала, как лично мне это рассказали, я рассказываю людям, и люди уже как бы тоже знают об этом, что есть доза зимняя, то есть, допустим, я в конце августа повышаю гормон, на немножко повышаю гормон. Почему повышается гормон? Потому, что уменьшается световой день, раньше темнеет, и уже прохладнее становится, и наш организм не тянет на этой дозе, на летней. А в мае месяце, начало мая, я уменьшаю немножко дозу, буквально на 3 месяца, на 3 месяца уменьшаю дозу, и хорошо, зачем лишний гормон принимать, правда? А на осень нужно добавлять уже гормон. Вот, такое тоже есть. Это мне рассказал только один эндокринолог, я ни от кого это не слышала. Ну, как бы это все то, что касается конкретно гормонов. о гормонах. Я принимаю гормоны эутерокс, 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 они начинают работать буквально на 5 день, на 5 день, уже они входят в работу. На 15 день приема гормона эутерокс, ну, на 20 день точно вы можете пересдавать анализ. Вы идете, сдаете анализ, и вы смотрите анализ в итоге, на 20 день уже спокойно можете сдавать анализ. Но я практик, на 20 день 100%. Принимая эутероксин, он накапливается месяц-два, и вам доктор может сказать, придете сдавать анализ через 2 месяца, и доктор прав. Там накопление идет совсем по-другому, совсем по-другому. Эутерокс на 20 день, он моментально входит в работу. Потом еще что хочу сказать о гормонах, вот эутерокс вы можете 25 поделить пополам. Эутерокс. Эльтероксин нет, там такая матрица, эльтероксин пополам уже 25 не делится. Но мне легче с эутероксом. Мне предложил его заведующий хирургии, который мне делал операцию. Более очищенный препарат, мне легче с эутероксом. И еще что хотела заметить о соли. Соль и щитовидная железа. Кто-то скажет, ой, соль, ты что, это смерти подобно, бессолевая диета, но это большой вред, конечно, бессолевая диета, страшный вред. У меня есть тема соль, кстати, да, хорошая тема, да, как-то человек решил похудеть, убрал соль и мочевая кислота поднялась в 10 раз. Это факт, есть йода, это 150 микрограмм. 150 это дневная норма соли. Не обязательно йодированная, морская соль, обычная поваренная соль. 5 грамм, это рекомендации ВОЗ, 5 грамм соли человек съедает, но какие-то страны едят больше соли, допустим, да, Япония, северные страны больше соли, да, 5 грамм дневная норма. Так вот, 5 грамм соли, это дневная норма йода. Обязательно нужна соль, обязательно. Нельзя убирать соль из рациона, нельзя. Соль, да, йод, щитовидная железа. Ну, все, мои хорошие, мы сегодня с вами пообщались, да, о гормонах щитовидной железы, ну, то есть, это наше с вами развитие. Я практик, я нахожу информацию для себя, я себя развиваю, с вами только делюсь, я никому ничего не советую, нет, я же не врач. Я только учусь, я развиваюсь, и мне легче, я знаю, что, к чему, я только хочу натолкнуть, попробуйте вот так сделать, и будет все нормально, по здоровью, 100%. Ну, все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Как всегда, благодарна всем за просмотры моих видео, благодарна всем за общение, за комментарии, конечно, за лайки, большое всем спасибо. худеть несложно, мои хорошие, похудение, это работа щитовидной железы, это гормон ДТГ, так что обращайте внимание на гормоны, нами руководят не числа, не калории, нами руководят гормоны, всем Божьей помощи, всем Божьего благословения, и до встречи. Дальше будет. Субтитры создавал DimaTorzok,